Телеканал «Братья наши меньшие! Спасём вместе!» представляет Собака бывает кусачей, только от жизни собачей Часть первая. Предыстория. Итак, я нахожусь, в общем, на этой стоянке, вот здесь живет Джимка, девушка, ну, как вас зовут, представьтесь, Наталья, вот Наталья занимается, расскажите, всем привет передает Привет, да, у меня солнышко в глаз, может быть, я тянет что-то, да, ну, вот занимается, единственный человек, занимается собакой, да, Джимка Да, я вот уже, да, это среда ее обитания Вот это туалет, сюда ходят, значит, все, кто паркуется на этой стоянке В этот туалет, да, ходят, то есть здесь туалет, что, он ям какая-то, да? Это типа туалет, который должны выкачивать, но его не выкачивать, то есть, если у тебя дверь, там просто будет куча говна А можно открыть, показать? Да, открываю его Я должен открыть, да? Нет, что-то мне как-то стремно открывать его Вы увидите, то, что там внутри гораздо стремнее А, короче, стремный туалет, в котором развиваются всевозможные болезни, которые может подцепить собака То есть, условия содержания для собаки, в принципе, она вот еще спит, этим дышит, вообще как бы нереальные, да? Да, то есть, смотрите, от солнца, вот сегодня жара, да, 27 градусов, от солнца она прячется вот за этим туалетом За этим туалетом, да? Там ее место, там и пинистая Ужасно Ужасно Дальше, вот эта будка, в которой она живет, там она может поместиться, соответственно, только сложившись калачиком, да? То есть, в полный рост, она не может вытянуться, она достаточно маленькая Угу Хотелось бы, да, тоже по возможности как-то расширить будку, настроить, то есть, если кто-то там может помочь даже со своими руками Да, даже своими руками, да, сделать Это будет вообще здорово, да Вот такая вот будка, да, она в ней вообще не помещается То есть, помощь еще нужна с будкой Угу Да, вот Ну Еще здесь у нее соседи крысы и вороны, с которым она охотно делится своим скудным пайком Ага, и прививки никакие, соответственно, там, вот Нет, то есть, за 6 лет никаких прививок, там, ни от бешенства, там, ни от всяких других заболеваний у нее не сделано Да, но она не бешеная Нет, понятное дело, что она не бешеная, но все равно мы тут обсуждали про бешенство Может, леса здесь вчера, я тут тренировался Леса может подбежать, там, лизнуть, да, сарова прививки тоже ей нужны, да Да Как вообще у нее распорядок дня проходит? Ну, распорядок дня у нас там уже давно одинаковые, то есть, с утра мы с 8, где-то до полдесятого мы ходим гулять Угу Благон рядом, тут у нас есть еще один сосед питомица, которого мы берем уже то есть Ну, там все нормально с собаками, там их кормят все как надо, да Да, по возможности, если там есть на что покупать, скажем, покупаем ей корм, выдаем Там показываем какие-то мясные субпродукты, варим каши, ну, то есть, в основном то, что она ест, не готовится То есть, она достаточно приведливая, она любит свареную курицу, каши Значит, собака Джимка, 6 лет, она хочет, чтобы ее кто-нибудь помыл, добрая собака, хорошая Возможности взять ее в квартиру, к сожалению, у меня помыть нет Сейчас она очень сильно стала чухаться, несмотря на то, что я недавно повесила антиглошильный ошейник Опрыскала ее, все равно она чухает, очень сильно видно, что это представляет ей дискомфорт, потому что я ее наблюдаю Поэтому, если кто-то может помочь, взять ее в какую-то специальную наветстанцию, да, где-то помыть ее Обработать там от блох, от всяких паразитов, плещей, то мы были бы очень благодарны То есть, я даже готова там заплатить сумму в порядке, там, в размере двух тысяч, потому что она нам такая вот как бы так и стоит Вот, я хотела бы ее помыть и обработать Хорошо, финансовая помощь требуется вам какая-то? Да, финансовая помощь мы бы не отказались, то есть, мы, конечно, нам тут приносят пенсионеры, да, кто что может Ну, понятно, понемножку так, да Понемножку, да, мы сами тоже, то есть, скажем так, у меня работа на полный рабочий день на удаленке Скажем так, достаточно скромная заработная оплата Вот, да, за материальную помощь я бы не отказалась, точную сумму сейчас я не назову, потому что надо посчитать предварительно, да, вот конкретно Я могу уже озвучить, сколько Идем показывать место жительства и бывшее место жительства Место смерти уже, к сожалению, Алабая Жил он далеко, здесь, да, жим-то еще видно было кому-то, да А Алабая был вообще так жалко, слушай, да если я реально знал бы, ну вот help Алабая, говорят, реально, в чате, говорят, реально помогают Когда я узнала, что он умер, когда мне предложили помощь, я уже узнала, что он умер Ну, это вообще, вот так вот мы вот ходим, да, вот в одном районе, да, я вообще вот вас в первый раз вижу, вы меня, наверное, да, хотя мы здесь все каждый день гуляем с собаками Вот что самый интересный, и не по разуму А я прохожу, смотрю, джим-то сидит, все нормально, значит, кормит, значит, что-то как-то Вот у меня есть другая стоянка там, где машину ставлю, там все выделяется, нет, там женщина в ней кормит, все нормально Да, вот здесь вот идем к месту жительства Алабая, вот так в самом конце, взросшим бурьяном Джимке даже страшно заходить туда, он прямо здесь вот и умер, да Вот такой вот вольер печальный, да, в нем содержался Алабай, сколько лет его здесь содержали? Где-то 5-6 лет, девушка говорит, его содержали в этом вот закрытом, здесь не солнце, ничего, считай, как в темнице, считай, сидел Алабай На самом деле, смотри, какая ситуация, то есть он не всегда там был, здесь была натянута такая цепь А, была натянута цепь, он вот так вот ходил, да? Он мог, да, то есть на своей цепочке, вдоль этой цепи, вот этих вот блоков прогуливаться, то есть, да, очень редко к нему кто-то, конечно, подходил, особенно зная, что Алабай, это вообще очень социальные собаки Которые прям прям, очень привязаны к человеку, к чему-то было просто невыносимо на него смотреть, честно говоря, я без боли не могла, даже хотела, чтобы он умер, просто потому что я видела, как он научился Это было ужасно Ммм, блин, я об этом не знал, но видите как Ну, поэтому у нас есть возможность спасти вот эту собаку и остальных собак, которым требуется помощь Ладно, пойдем отсюда, печальное место Да, в самом деле, дальше кто-то предлагал, чтобы будку Джимки перенести сюда, но здесь на отшибе, во-первых, она будет скучать Да, на отшибе Может, просто чуть-чуть подальше от туалета просто поставить и все? Да, да Просто поставили, как-то непонятно с туалетом Да Это вообще не Можно хотя бы вот за этот палатки тут какие-то, тут хотят ее покормить, не пускай они зайдут сюда покормят Ничего страшного, вижу, никто за это не тругает Вот здесь вполне таки нормальное себе место Вот здесь вот нормальное место очистить от осколков, да Здесь вот, в принципе, нормальное, хорошее место Ровно Для собаки, да, солнечная Она будет счастлива А вы, Снегуля, у вас есть собака? У меня нет собаки, потому что я не москвичка У меня здесь нет своего жилья Вы здесь где-то реально снимаете, да? Ну, скажем так, да, можно сказать, да Угу, понятно У меня есть несколько квадратных метров рядом для проживания здесь Я понял, угу Получилось, что вот мы познакомились с этой собачкой пять лет назад Угу Не могла пройти мимо нее здесь А вы уезжаете, да, куда-то? Нет, я пока не куда-нибудь Вы пока здесь, да? Я пока здесь, да Ну, просто может возникнуть такая ситуация У меня родители живут вообще в другом городе А им уже за 70 Угу Ну, все, может быть, да Угу Поэтому сдернуть в любой момент смогу Ну, ладно, все, тогда До свидания Вот Всего хорошего Ну, все Итак, Наталья обратилась в нашу группу помощь собакам Москвы с просьбой Первое Помыть джимку и обработать ее от паразитов Второе Сделать ей будку И третье Помочь деньгами на корм Часть 2 Часть 2 Борис берет джимку помыть Для начала Борис решает погулять с джимкой Чтобы она привыкла к нему Ну, она, видишь, как быстро привыкает Она уже, видишь, дает себя гладить уже все Соти лапу дает 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 лапу Дай лапу Дай лапу Дай лапу Дай лапу Все, нормально скучно ну да какая же и скучно я вчера ты в час ночи да она там ху стоит сидит ждет кого-то не поймешь скучный джимка я вчера ты гулял сейчас ночи ждет у лохи блохи балахастик вижу жека нормально не лезет к ней и она к нему лезет нормально тоже могу гулять значит все нормально гуляют я не знаю наташа проси гуляет обе сводка наверное гуляет ко мне она кстати кстати ходит блин да и она ходит пусть тоже сходит чё же ко мне иди сюда своди и туда да вот ходят все собаки все собаки всех суда собак джим иди туда идет ягоды еды и сюда иди сходишь но не хочется хочет лада чопа пойдем назад короче пойдем ну чего это давай дружи давай дружи давай о все это считаю уже если подус погладил значит уже все друзья сделать нормально мой даже лишь хуже ведет себя чем джим да я трусливый джим пойдем пойдем будет вообще красотка еще для собачьей выставки есть и вот в один прекрасный день борис сажает джимку в машину и везет к себе домой и вот что из этого получилось ну в общем вот так вот гуляем она рядом ходит никуда далеко особо не отходит они чек вообще друг на друга не реагирует просто идут рядом там нюхают там чего найдут вместе нормально все час часик погуляем сосновом лесу подышим воздухом и счет нашли нюхают вот смотри она после мойки как бы даже пушистый стала как бы потолстел как будто бы шикарно вообще помыли ребята спасибо большое и слушается фу нельзя нельзя фу фу пойдем все туда пойдем пойдем джимка за мной джека ажик не слушается джека фу